Привет, друзья! С вами Антон Уницын и сегодня мы с вами подведем итоги конкурса Танцуют все, который проводился на платформе Фотокто. Разделил я ваши работы на две категории по принципу их создания, как на постановочный и не постановочный, то есть на арт и на жанр. Давайте начнем, наверное, с жанровых фотографий, то есть те фотографии, которые были сделаны без вмешательства фотографов в происходящее. Ну, конечно же, тема танца, она достаточно изъезженная и старая, но тем не менее радует, что вы смогли проявить креативность и какие-то нетривиальные к ней подходы. Вот специальные отметки жюри получают следующие кадры. Здесь, видимо, было какое-то показательное выступление. Очень интересно здесь сочетание главного объекта с вторым планом. Они очень интересным образом перекликаются. И вот эти все внимательные глаза детей здесь, безусловно, очень хорошо работают. Конечно же, может быть, хотелось бы, чтобы фотограф поймал эту балерину чуть-чуть левее, чтобы она целиком своим силуэтом вписалась в эту темную область. И, может быть, еще стоило чуть-чуть точку съемки взять ниже для того, чтобы, опять же, немножечко разделить с этими главными героями внизу. Это бы позволило сделать этот кадр еще более выразительным. И второй снимок – очень качественный репортажный снимок с показательного выступления фигуристов. Здесь всегда красивый сценический свет, хорошо пойманный момент, хорошая такая, отличная фотография. Ну и победители в этом сегменте, почему-то они показались сесть вдруг черно-белыми. Не знаю, как так случилось. Ну вот, все-таки на тему танцуют все. Мне показалось, что именно этот снимок ее раскрывает наилучшим образом. Замечательный многоплановый снимок. Здесь есть и те, кто не танцует, и те, кто в танце. Его можно очень долго и интересно рассматривать. Мне кажется, замечательная работа. Второе место получает вот этот вот снимок, запечатлевший пару в танце. Вот здесь вот все, что мне, наверное, хотелось бы знать про танец. Какая-то экспрессия, момент, эмоция. Хороший такой вдохновляющий снимок, глубокий. Спасибо огромное. И третье место получает вот такая работа. Здорово, что фотограф увидел вот эту вот деталь, увидел этот свет. И передал вот эту ситуацию через вот это вот прикосновение. Тоже получился неплохой снимок. Спасибо. В арт-номинации поощрение от жюри получают следующие работы. Ну, в принципе, здесь все-таки подход был в чем-то похож. Очень многие использовали студийные условия для того, чтобы создать какие-то контролируемые образы. Здесь вот силуэтная фотография, да, то есть выделяется главным участком максимального контраста. Здесь более крупный план, да, и работа с состоянием тоже достаточно такая хорошая, уверенная. Здесь привлечение более сложных световых там схем в купе с, значит, использованием дополнительных каких-то аксессуаров в виде вот этой пыли, да, ну, достаточно ярко. Хотя вот эта вот линия, конечно, немножко мешает, режет она здесь. И вообще здесь, конечно, хотелось бы максимально избавиться от заднего плана, сделать еще более фотографию еще более абстрактной. Такие снимки тоже, да, постановочные, но хоть и выполнены в естественной среде, здесь хорошо, очень линейный акцент работает. Смотрите, как он привлекает внимание к нашему главному в кадре. Ну, и вот такие вещи, да, то есть в каких-то позах, в каких-то решающих моментах тоже очень качественно, очень хорошо. Спасибо вам большое за ваши интересные работы. Ну, и победители в итоге первое место получает вот эта работа. Не просто было выбирать из вот этих вот однотипных студийных работ, потому что каждая из них, в общем-то, достаточно хороша в своем жанре. Они достаточно сильно похожи. Вот, но я выбрал именно этот снимок за вот эту вот экспрессию и вот эту вот передачу танца через вот это вот движение, да, через это движение ткани, через это платье. Хорошая работа получает на первое место. На втором месте вот такая классическая балетная фотография. В ЧБ, в общем-то, все каноны соблюдены. Юная балерина, все здесь хорошо. И на третьем месте вот такой вот эксперимент, который, конечно, бы я на самом деле хотел поставить скорее на первое место, да, потому что за идею, за нетрадиционность исполнения. Потому что вот этого мне как раз вот в этой номинации не хватало. То есть было в основном такое прямое прочтение темы. Но, к сожалению, этот снимок не до конца сложился, да. То есть здесь есть что-то, какой-то намек, какая-то возможность, но до конца он, к сожалению, вот эту пластику танца не передал. На мой взгляд, здесь, конечно, бы хотелось еще бы поработать, да, что-то попытаться сделать. Хотя вот, говорю, что сам путь, сама задумка, она интереснее. Вот эта фотография, она вообще сразу же особняком у меня встала среди всех прочих, да. Сразу же привлекала очень большое внимание. Поэтому, конечно, когда вы участвуете в конкурсах, вот это очень правильный подход. Попытаться тему прочитать каким-то неординарным способом. Ну что ж, спасибо вам за ваши работы. Всего вам доброго. Поздравляю победителей. Поздравляю тех, кто получил специальную отметку жюри. И спасибо также всем участникам. Всего вам доброго. До свидания.